Значит, 12 февраля 2004 года, ну практически 20 лет назад, без двух дней, Владимир Путин заявил, если 7 лет быть президентом, с ума можно сойти. И это произошло, вот объективно, и когда многие люди думают, а что же значит это интервью? Понятно, что в американском раскладе это такое интервью в части попыток влиять на американский выбор, что вот, мол, Украина это все выдумки демократов, помощь Украине и так далее, и так далее. Ведь, как оно интересно получается, Трамп есть как потенциальный кандидат от республиканской партии, который, кстати, он всегда говорит, что мы за 24 часа все порешаем, но как порешаем, не говорит. Поэтому это значит, что его поворот может быть в любую сторону. Но вот пока идет борьба за власть в Штатах, то что мы видим? Значит, на сторону так называемых изоляционистов работает Владимир Путин, а эти изоляционисты планируют голосовать за Дональда Трампа. Вот эти вот посылы, что не хотите, хотите, чтобы закончилась война, перестаньте поставлять Украине оружие. Гениальный совет, да? И тут у нас Трамп, Такер, подставка под микрофон, по крайней мере, так показывает это интервью. И, внимание, Илон Маск, который, когда говорит о Зеленском, почему-то и американских журналистах ассоциируется это у него все с Миньетом. А когда Такер говорит с Путиным, у него таких ассоциаций нет. Да и бог с ними, с этими ассоциациями. И самое главное другое. Самое главное в том, что американские старлинки начали работать российским нацистам, в интересах российских нацистов на линии фронта. Очень много у них начало появляться соответствующих систем. Почему-то. Помните, какой был скандал год назад, когда Илон Маск, лишь бы не была ядерной войны, отключил над Крымом работу ретрансляторов. И, соответственно, наши Си-Бэби, первые модели, ну или какие-то другие безэкипажные надводные дроны, потеряли ход. А тут получается, что таких проблем нет. Все больше и больше на линии фронта у российских захватчиков появляются старлинки. Что же это такое? Кто-то скажет, что совпадение. Нет. Но почему же? Если над Крымом можно было решить вопрос, чтобы они не работали, то почему нельзя сепарировать одни системы от других? Есть такая опция? Есть. Но она не реализуется. Это просто как раз продолжение вот этого тезиса о том, что эти ребята играют, по крайней мере, на довыборах в другой команде. По-моему, это не секрет. И в российских эфирах начала звучать такая интересная мысль, что, мол, все занимаются конспирологией. Некоторые даже говорят о том, что за 40 ярдов американских долларов куплен был твиттер и переименован X непосредственно в рамках избирательной кампании Трампа. Есть вообще идея, что это россияне как-то вложились в это дело. И если так линейно смотреть, вроде бы кажется, действительно это какая-то теория заговора. А если посмотреть цену вопроса, цену войны вот этой, то едва ли это дорого. Напомню, что россияне, я не знаю, они уже сотни миллиардов долларов спустили на то, чтобы убить всех украинцев. Вот ночью у них в Харькове получилось, убили целую семью из пяти человек, трое детей. Но глобальных целей нет. И поэтому, если ты соизмеряешь эти суммы, то покупка твиттера уже не выглядит такой запредельной. Согласитесь, как интересно это все дело поворачивается. Но я не буду тут эту тему разбирать в части того, что посмотрим, как будет голосование проходить. Ну что-то, я вот, там какие-то конвульсии в Сенате сейчас происходят по поводу разблокирования нашего пакета военной помощи. Но кроме того, что Сенат этот вопрос будет тянуть недельки-две, судя по всему. А потом, опять же, это палата представителей, там плохой Джонсон. Вероятность того, что все будет как нам надо, ну она, конечно же, есть. Но не все так просто. Так вот, интересно, да, вот как западный мир, а это же такая информационно-психологическая операция для западного мира, в первую очередь для Штатов, как это все сработает. Понятно, если человек хотя бы чуть-чуть образованный, они сразу поймут. Ну, если где-то цитирует и восхваляет Гитлера, которого спровоцировали поляки, ну прям как украинцы Путина, то тут не о чем говорить. Безумие, безумие, безумие. И все понятно. Но вот если речь идет о так называемых, как их там называют, эти роднеки, ну в общем, такие люди, которые погружены в свою жизнь. И это, в принципе, нормально. Так, наверное, оно должно быть. То тут варианты могут быть разные. Как мне кажется, для Европы вот это интервью, это, понимаете, это просто, это не холодный душ. Это уже их поливают бензином и держат зажигалку горящую. Вот как это выглядит. То есть, вот этот вот подход нас спровоцировали. То есть, даже европейские правы, которые там иногда или местами заигрываются с Путиным, по-моему, офигели от этого все. Ну, и эффект будет обратный в данном случае. Как мне кажется, именно к этому все идет. Еще раз, этим интервью погоду в западном мире не сделаешь. То есть, тренды понятны. То есть, это как это? Это интервью один из элементов вот этого информационно-психологического влияния на западный мир. И вот меня действительно поражает, как это прикольно получается. Вот почему Запад начинает так вот немножечко пошатывать и из стороны в сторону. И такое, знаете, ощущение нокдауна легкого. Потому что получается так. Значит, все орут. Это российский телевизор орет. Выехать интервью Путина в Америке. Это победа. Победа. Великая победа в великой информационной войне. Между прочим, да, теперь победа не 9 мая. Все. Забудьте эту дату. Ее аннулировали. Завтра запишу на эту тему отдельное видео. Теперь победа 9 февраля. Именно так. Потому что получается, значит, Такер, Илон Маск дают возможность разносить в рамках свободы слова, конечно же, поправки Конституции, все дела. Все это работает по западному медиапространству. Там боты, не боты, все подключаются. Кто-то смотрит, знаете, как это, там не хвастают, что вот, а это интервью охватило сотни миллионов людей. Ну, ребята, я вот не очень представляю, чтобы какой-нибудь там американец без особой нужды смотрел этот псевдоисторический бред в течение двух часов. Ну, мне, ну, как бы по службе положено. Но, как это, мерить именно по этим цифрам, миллионы просмотров, что вот тут им всем прошили мозги, но это едва ли так работает. Но технологически как получается? То есть, свобода слова, она позволяет идеи российских нацистов, а мы, как вы уже заметили, Путин пригласил Гитлера в Кремль, и он действительно переехал и поселился у него в голове. То есть, туда они могут заходить со своими безумными идеями. А теперь, внимание, а вы попробуйте что-то подобное сделать, соответственно, в России. Попробуйте показать на всю рашку кого-то с абсолютно противоположным мнением. Что будет? Дискредитация российской армии, фейки, тюрьма и смерть. Вот что будет. Вот так вот выглядит на практике журналистские стандарты и свобода слова. Но они, фашисты, с удовольствием пользуются и твиттерами, и не только. Вот такая вот штука. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова